Привет, ребята, меня зовут Антор, мы продолжаем проходить 60 секунд, и у нас снова будет режим выживания, который очень даже интересный, на удивление, постоянно какие-то новые ситуации, какие-то новые события происходят, и все события своеобразные. День первый. Итак, у нас все в порядке, весь бункер полностью забит до отказа, хотя нет, справочника бойскаута нету, ёпти, блин, как же без него-то, ёлы-палы. Ну ладно, будем надеяться, что мы его найдем. Так, ну тут, как всегда, стандартный текст в самом начале. Игра в игры, говорили они, будет весело, говорили они, мы не думали, что при выборе правильного ответа будет столько проблем. День второй. Ну, я сомневаюсь, что у них какие-то потребности будут. Так, муха, муха. Поймали засранку такое. Мы поиграли в игру под названием «Правда или желание», как выяснилось, наиболее распространенный вопрос был, собираемся ли мы что-нибудь есть, кроме того, от полсупа. На этом мы решили закончить эту игру. Чем бы заняться сейчас? Радиация превышает норму, не будем рыпаться. Мы клянемся, что это лужа раньше там не было. Ах, дьявол, нас затопило. Давайте возьмем наши припасы, пока они не всплыли. Ужас, мы не успеем спасти все наши вещи. Нужно спасти хоть что-то. И это будет радио. Да, на самом деле, с этим наводнением достали. День третий. Ой, блин. Значит, кормить и поэтих мы будем, когда у них будет голод и обезвоживание соответственно. Ну, не голод, а голодание. Да. Мы не позволили, чтобы радио шло под воду. То было незадолго до того, как вода пошла на спад. Чистка этого бардака займет много времени. Фу, что это за запах? Так. Да, воняет, наверное, жестоко очень. Напаялся ли цель-то радиация. Мы могли бы быть в безопасности внутри этих стен, но есть проблема. Никто не может нормально спать. Мы должны разобраться с этим. В конечном итоге мы превратимся в пришельцев из Марса. Значит, давайте мы аптечку используем, потому что если этого не сделать, они сойдут просто с ума. День четвертый. Так. Так. Обезвоживание, обезвоживание. Все. Всех надо на этот раз напоить. Наша аптечка полностью укомплектована разными препаратами, а еще там есть снотворное. Мы никогда раньше не использовали его, но в нашем состоянии оно нам нужно. А также мы решили разнообразить нашу диету, состоящую из томатного супа разными лекарствами. Мы отдохнули и теперь можем продолжать наслаждаться жизнью. Ага. Все, прекрасно. Пейте на здоровье. Все очень сильное загрязнение. Пускай сидят. Мы слышали что-то о сборах припасов по радио. Это как раз то, что нам нужно для выживания. И они должны сбросить их вблизи от нашего дома. Может быть, сходим и посмотрим, что случится на самом деле. Давай, почему бы и нет. Только противогаз не порвите. День пятый. Не порвали, красавцы. Так. Все нормально с ними. Та коробка с припасами, которую мы нашли, не была очень большой. Но там было собрано среднее количество припасов, которые точно помогут нам. Мы были очень счастливы, когда получили пару бутылок воды и консервы. Сначала мы подумали, что это мясо. Но мы увидели только томатный суп. Наша теория о том, что вся страна есть томаты, оказалась правильной. На поверхности царит радиация. Мы продолжаем беседовать о той прошлой жизни, когда эти проклятые бомбы не падали на наши головы. День шестой. Так. Тимима режим. Нормально вообще. Воспоминания есть воспоминания. Мы должны держать голову в здравом уме и контролировать то, что происходит сейчас. Превышает норм радиации. Слышите это? Нет, потому что все молчат. Ни слова в час. Ничего. Мы не можем просто смотреть на стены. Давайте зовемся чем-нибудь. А конкретно послушаем радио. День седьмой. Похоже, радио им пошло на пользу. Ничего пока им не даем. Ах, как нам повезло, что мы взяли радио. Мы можем послушать немного музыки. Они же еще проигрывают музыку, так ведь? Так. В нашем городе сильное закреснение радиации. Наша аптечка закончилась, и мы должны что-то с этим сделать. По какой-то причудливой причине мы считаем, что можем использовать летальный спрей от журков для получения дополнительных медицинских средств. Может быть, это сработает? Мы не знаем. Пока не попробуем. Да, давайте из пестицидов сделаем аптечку. День восьмой. Обезвоживание, обезвоживание, обезвоживание. Да, надо всех напоить. Что ты знаешь? Сочетание американских инноваций и спрей жуков может помочь сделать лекарство для пополнения пустой аптечки. Мы будем беспокоиться о побочных эффектах позже. Так. Давайте, пейте, ребятушки. Это нормальное явление. Превышает норму радиации. Наше убежище посетил человека, которого мы не знали. Он сказал, что он был бухгалтером, но сейчас он торговец и игрок. Он предложил нам сыграть в карты на две бутылки воды. Согласимся, у нас карт нет. День девятый. Так, слушайте-ка. Гол, гол, гол. Гол, пускай голодает дальше. Гуэрный бизнес, это ужасно. И какой пример мы подаем детям? Нам нужны припасы, но мы не будем получать их таким способом. Мы скорее ограбим кого-нибудь. Мы послали этого человека отсюда с катертью дорога. Все очень сильные загрязнения радиации. Пока у нас есть вода, мы можем долго сидеть заперти. Мы надеемся, что храбрые солдаты придут спасти нас. Тимми показал нам комикс о супергероях. Он сказал, они могут существовать. Мы должны уставить контакт с военными. Да, это правда. На самом деле, почему бы и нет. День десятый. Так. Голод, 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 голод. Все с вами понятно. Мы вступили в контакт с военными. Они идут за нами. Все, что мы можем делать сейчас, это терпеливо ждать. Помощь уже в пути. И мы лишь должны ждать дальнейших указаний. И держать радио в работе. Мы не ожидали телефонного звонка. После падения атомной бомбы, отчетливо был слышен телефон. Все происходило на улице. Может быть, кто-то ответит на звонок. Но давайте мы посмотрим, кто у нас лучше-то по состоянию. Ну, пускай это будет Тимми. День одиннадцатый. Вроде нормально сходил. Голодание, голодание. Все, всех надо покормить теперь. Мы добрались до телефонной будки без каких-либо предупреждений. Ответили на звонок, чтобы услышать голос на другом конце. Спустя пять минут мы поняли, что это реклама томатного супа. Мы так боялись зайти, но все же он вернулся с пустошей. Теперь он в безопасности. Ох, жестоко. Просто так вышел на улицу. Даже томатного супа не дали. Загрязнение радиации. Мы думали, это будет отличная идея, открыть свой театр. Мы назвали его наш дурдом. Мы привели участок дня, остаток дня на написание сценария. И чуть было не поссорились. Поэтому мы решили найти занятие попроще. День двенадцатый. Так, жажда. Значит, пить всем, кроме Тимми. Мы надеялись поиграть в тихую игру, такую как шашки. Но тишина слишком сильно нас раздражает. И мы отказались от этой глупой идеи. Эм. Так, всех кроме Тимми надо напоить. Мы сможем использовать наши дополнительные возможности. Последний раз мы видели поврежденный танк. Там может находиться что-то интересное. Как насчет того, чтобы послать кого-то на разведку? Мэри Джейн, конечно же. День тринадцатый. Обезвоживание, обезвоживание. Детей надо напоить. Танк был оснащен защитной экипировкой, в том числе запасной противогаз. Теперь он наш. Замечательно. Ничто не могло сделать нас счастливой, чем возвращение Мэри Джейн. Детчики! Пейте водичку. В нашем городе сильное загрязнение. Ах, сидеть в безопасности под замком это замечательно. Но это не значит, что мы не хотим выйти на прогулку. Надо будет прогуляться в ближайшее время. День четырнадцатый. Так. Голод, 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 голод. Понятно. Тем не менее, гораздо лучше находиться живым здесь, чем мертвым там. Превышает норма радиации. Слушайте, это звуки идут снизу. Пора проверить люк углу убежища. Он был заблокирован с того момента, как мы зашли в убежище. Фонарь для этого нужен. Может, справочник найдем? День пятнадцатый. Нихера. Ушиб только. Пец. Придется лечить Теда. Что за черт? Мы еле остались в живых. Это был гигантский мутировавший крокодил и аллигатор. Что-то с гигантской челюстью и сотней зубов. Кто-нибудь ранен? Тед ранен, конечно же. И надо его полечить. К сожалению, большущему. Мы либо сходим с ума, либо по стенам ползают маленькие насекомые. Или хуже, это пауки. И какими миниатюрами они не были, это очень жуткие звери. Мы должны что-то сделать. У нас ничего нет вообще. Никаких предметов даже близко. День шестнадцатый. Так, жажда голод, жажда голод, обезвоживание, голод. Так, надо родителей напоить. Мы решили отомстить паукам голыми руками, ногами и другими частями тела, которыми можно смертельно атаковать паука. К нашей неудаче шансы были на их стороне. Они очень быстрые. Мы устали. Может повезет в другой раз. Так. Правильно же эти обезвоживания? Да, обезвоживание. Нормуль. Превышает номер радиации. Мы не успели. Мы до блеска начистить ботинки, как армия снова пришла на связь. Они сообщили, что нам нужно подать сигнал фонариком. Если они увидят свет, они будут знать, где мы. День семнадцатый. Обезвоживание, голодание. Голодание, голодание. Так, всех накормить, кроме Мэри Джейн. Так, детей напоить. Детей напоить. Родителей и сына накормить. Все шло по плану, но внезапно фонарик перестал работать. Мы починили его, как раз вовремя. Мы слышали рев двигателя самолета. Мы просто уверены, что пилот видел нас. Давайте надеяться на их возвращение. Так, детей надо напоить. Родителей надо накормить. Что-то я уже так обезвожен голоданием. Так, накормить надо всех, кроме Мэри Джейн. А напоить надо детей. Правильно. Ой! Детей напоить. Накормить всех, кроме Мэри Джейн. Правильно, правильно. Похоже, что на поверхности еще царит радиация не то, что надо. Мало пространства. Это неудивительно, что мы быстро начали спорить из-за всякой ерунды. Если мы не прекратим, то это может плохо кончиться. День восемнадцатый. Голод, 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 голод. Хватит спорить. Есть более важные вещи. Нам не о чем волноваться. На поверхности все царит радиация. Мы очень мало узнаем о том, что происходит наверху. Нам нужно узнать больше. Может нам удастся что-то узнать. Радио поможет нам. Давайте, давайте. Слушайте радио. День девятнадцатый. Блин, заболело. Голод, голодание. Жажда. Понятно. Надо Мариджей накормить. Мы смогли получить слабый сигнал. Насладиться последними новостями от правительства. Отличная новость. Так. Накормить ведь ее надо, да? Да. Снаружи тихо. Но. Но Тиме нет шансов почти что-то на пустоши выходить. Время послушать радио. Может нам удастся извлечь из этой болтовни что-то полезное. Или может мы узнаем как отсюда выбраться. Давайте, давайте. Снова слушайте радио. Вам не повредит. День двадцатый. Обезвоживание. Так. Надо родителей напоить. Какая-то добрая душа. Ооо. Справочник бойскаута. Сообщил, что потерял пакет с провизией. Мы сразу поняли где это находится. Мы скачали и как можно скорее добрались до пакета. Прежде чем его забрал кто-то другой. Так. Я же даже забыл на радостях. Что там. Надо родителей напоить. Надо. Да. Мы не уверены какая ситуация. Групповая терапия. Нет ничего лучше чем выйти на поверхность. Но похоже нам это необходимо. Мы думали что будет хорошей идеей послать кого-то на пустоши раньше обычного. Но как только мы начали собираться в походе. Неизвестное существо начало рычать на нас. У нас есть пару секунд чтобы решить что нам делать. Идите с фонарем. День двадцать первый. Так. Обезвоживание, обезвоживание. Голод, голод. Так. Детей надо напоить. Мы решили проверить кто это был с фонарем. Угадайте. Это была собака. Бедняжка выглядела устала. Поэтому мы позволим ей остаться с нами на ночь. Следующим утром мы открыли дверь. Чтобы отпустить ее. Пес до сих пор не вернулся. Надеюсь он придет позже. Так. Детишек надо напоить. Сидеть здесь внизу. Это вам не прогулка в парке. Легче не станет. Мы надеемся. Все это скоро кончится. И жизнь будет такой какая была. Прежде не примерно. День двадцать второй. Так. Голод, 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 голод. Ничего не делаем пока что. Иначе мы могли бы столкнуться с опасностями. О которых мы и не мечтали. Все еще неизвестно. После встречи тревога. Неподалеку ходит банда пожарных. Или по крайней мере они одеты как пожарные. Они стучались к нам и требовали чтобы мы отдали все припасы. Они утверждают что сожгут нас если мы не подчиним всем. Мне кажется недавно поменялось определение к слову пожарные. Как мы будем бороться с ними? Вообще ничего не будем делать. Пускай там говорят что хотят. День двадцать третий. Так. Теда. Ой, ёпте. Ух, ёпте. Всех. Всех ранили. Всех ранили. Просто. Ай, ёлопалы. Всех кормить надо кроме Мэри Джейн. Грабители вторглись в убежище. Украли у нас нашу единственную валюту. Консервированный суп. Они схватили много консервов. И сбежали. А-а-а. Всех кормить. Кроме Мэри Джейн. Пипец. Это охренеть просто можно. Мы не смогли получить четкого сигнала от военных до самого полудня. Но когда мы остановили связь то были шокированы. Они бросили эвакуацию. Они выкинули все огнестрельные оружие. Какие же остолопы эти американцы. Ружья попробуем использовать. День двадцать четвертый. И ружье теперь исчезло. Зашибись просто. Обезвоживание. Обезвоживание. Надо только родителей напоить. Мы решили следовать приказам армии. Когда мы сделали это у нас было тяжело на душе. Но это мало цена за безопасность. Но это не значит что мы не получим еще приказы. Так. Родителям надо дать попить. Снаружи достаточно тихо. Тимми готов. Чертва маньяка. Зачем вы взорвали его? Ах, ну вас всех чертовы бабушки. Мы должны были предупредить соседей. Когда они взорвали барбекю прошлой весной. День двадцать пятый. Обезвоживание. Обезвоживание. Так. Детей напоить. Мэри Джейн полный комплект. Воспоминания есть воспоминания. Мы должны держать голову в здравом уме и контролировать то, что происходит сейчас. Мэри Джейн полный комплект. Тиммин просто напоить. Мы чувствовали себя довольно оптимистично по поводу сегодняшней экспедиции. Несколько осталось сделать это выбрать правильного человека. Да, это будет Тимми. День двадцать шестой. Мэри Джейн очень голодна. Понятно. Кто-то скребется в двери. И это значит только одно. Наш пес маленько очухался. Мы мчались открыть ему. Но это мог быть мутирующий зверь. Но к счастью все обошлось. Наш пушистый брат выглядел уставшим и голодным. Мы должны его кормить? Конечно мы должны его накормить. Почему нет? День двадцать седьмой. Так. По крайней мере ничего не надо. Собака вернулась к своей прежней жизни в течение часа. Мы не знаем, что было в супе. Мы решили, что собаке нужно дать имя. И мы назвали его Блинчик. Иди сюда, блин. Кто хороший мальчик? Блин ушел на следующее утро. Держим париум. Скоро вернется. Как приятно снова нежиться под солнцем. Мы не знаем, сколько света на поверхности. Мы не ждем более яркого света в этой дыре. День двадцать восьмой. Так. Обезвоживание. Надо родителей напоить. Пока мы в безопасности, мы можем остаться здесь. Мэри Джейн появилась... У Мэри Джейн появились раны после экспедиции. Она не помнит, как получила их. Но теперь появилась проблема. Раны прогрессировали. Ее состояние становится хуже. Мы должны помочь. И топором будем помогать. Может быть прокатит. День двадцать девятый. Топор не прокатил, да? Так. Вот жируха-то, блин. Топор просрала. Я ничего не сделала. Обезвоживание. Голодание. Голодание. Так. Значит, Мэри Джейн надо напоить. Теда. Теда и Долорес надо накормить. Мэри Джейн поступила неправильно, когда размахивал топором. К счастью, нам удалось остановить ее. Мы промыли ее рану и остановили нагноение. Теперь иммунитету необходимо бороться с инфекцией. Надеемся, что это помогло. Мы так боялись за Тимми, но все же он вернулся с пустышей. И теперь он в безопасности. Доки это действительно далеко от нашего дома. Но мы слышали о хороших товарах. Нам надо обязательно сходить туда. Мы всегда думали, что суп был сделан в Америке. Очевидно, он сделан в другой стране. Согласно дате завоза, они были доставлены после взрыва. Очень странно. Так. Еще раз напоить. Накормить. Давай. Состояние пустышей все еще неизвестно для нас. Наряжение на пустыши сразу. Черт, каждый раз, когда мы хотим проверить разные прекрасные места в нашей окраине, и в итоге мы приходим к какой-то дыре. А это нам не очень-то помогает планировать страшные похождения. Так ведь? Пришло время починить эту чертову карту. Да, пора бы уже нам справочником воспользоваться бойскаута для этого. День 30-й. Их надо лечить как-то. Их надо лечить голоданием. Так. Значит, только Тимми надо покормить. Хорошо. Хорошие новости. Мы сделали себе карту, которую можно нормально использовать. Это только вопрос. Сможем ли мы прочитать то, что понаписывали? Так. Тимми надо покормить. Да. Хороший день, чтобы отправить кого-то на прогулку. Это будет Мэри Джейн. День 31-й. Так. Так, так, так. Обезвоживание. Тимми теперь надо напоить. Мэри Джейн вышла на улицу. Давайте надеемся, что она скоро вернется. Пей водичку. Водичку. Пустоши полно сюрпризов. Сегодня пришел человек, который может дать нам больше за достойную амуницию. Будем торговаться. Давай, патроны держи. Может, аптечку даст. День 32-й. Ни хрена аптечку не дал. Вот ублюдок. Обезвоживание. Обезвоживание. Разители надо напоить. Получив боеприпасы, наш гость очень обрадовался и предложил взамен пайки. Там их немного, но все же лучше, чем ничего. Вот дерьмо-то. В животе Теда урчит. Тед одной ногой. Понятно. Так. Обезвоживание. О, это же блинчик. Наш друг вернулся, но он как будто нервничает. Он продолжает лаять и прыгать. Мы открыли дверь, как он убежал, и через секунду гавкнул. Может, следует пойти за ним. Нужно что-то взять с собой. Карту, конечно же, которую мы недавно подчинили с помощью справочника будет скаута. День 33-й. Голод. Голод. Все, ничего интересного. Хорошо подготовленный турист всегда берет карту. Вот что мы всегда говорим перед походом. Спасибо, что по карте можно понять положение любого здания в городе и вернуться домой. Мы вернулись как раз к обеду, и блинчик увязался за нами, но остался где-то неподалеку от бункера. Перед тем, как вернуться, мы решили пойти в обход. И нашли несколько консервов в машине. Хорошо, что мы прочли кое-что про автомеханику в справочнике скаутов. Давайте мы их всех накормим. Просто так, потому что мы нашли консервы. Мало пространства, это неудивительно, что мы быстро начали спорить из-за всякой ерунды. Если мы не прекратим, то это может плохо кончиться. День 34-й. Так, пускай снова едят. Мы перестали спорить, надолго ли я? Вы не поверите, но много вещей можно сделать, находясь в крошечном бункере. Мы подумали, решили, почему бы нам не сыграть в какую-нибудь игру. Они не только для детей, по себе знаю. День 35-й. Вот, замечательно. Так, обезвоживание. Жажда. Раны Теда были слишком серьезными, чтобы оставлять их без лечения. Они были инфицированы и забрали жизнь Теда. Мы поиграли в игру под названием «Правда или желание». Как выяснилось, наиболее распространенный вопрос был, собираемся ли мы что-то есть, кроме томатного супа. На этом мы решили закончить эту игру. Чем бы заняться сейчас? Так, кау-то обезвоживание. У Тимми. Понятно. Сегодня мы проснулись и почувствовали себя не совсем уютно. У нас ощущение, что кто-то следит за нами. Могу показаться, что мы видели передвигающиеся тени. Если кроме нас кто-то еще жив в этом бункере, нам пора показать, кто здесь главный. День тридцать шестой. Зашибись просто. С жрухом мало того, что ничего полезного не принесло, так еще и рука у него теперь болтается. Так. Обезвоживание удалось. Пока мы оглядывались вокруг и искали что-то, чтобы раздавить этого противного грузуна, он просто исчез. Так же, как и одна из наших консервов. Есть вопрос, какого черта он проскользнул через одну из этих дыр. Ничто не могло сделать насчастливее, чем возвращение Мари Джейн. Нам кажется, что наша экспедиция была замечена чужими. Мы должны быть осторожнее в следующий раз. Когда мы достигли полицейского участка, мы были поражены организованностью полицейских. Как же они славно выполняют свой служебный долг? Мы не могли назвать каждого по имени, но у них была униформа и значки. Конечно же, они главные в пустошах. Внешние станционные стены покрыты вдохновляющими символами, такие как «Мир наш» и «Русские не сдаются». Неожиданно офицеры бросились спорить о принятии мира с пожарными. Один из офицеров кричал, что без должной огневой мощи операция провалится. Он даже выбросил одну из винтовок в окно, утверждая, что это бесполезно. Разумеется, мы не могли отказаться от такого подарка и прихватили ее с собой, когда покидали полицейский участок. А пакет боеприпасов лежал неподалеку на станции. Думаю, зашибись, что могу сказать. Обезвоживание. Понятно. У Долореса. Да, у Долореса. Это было еще одно сообщение от армии. Они требовали выслать одного человека, чтобы он встретил их. Возможно, это мера предосторожности или военная хитрость. Мы не знаем, кого бы нам послать. Нельзя никого послать, потому что если мы сейчас отправим Долорес, то она просто... Не знаю, попробуем. День 37. А, так можно сделать. Нормально. Болеет замученный. Жажда голодания. Так, дочке надо пожрать, как всегда. Матери попить. Мы пришли на заседание. Какой-то серьезный солдат задал нам несколько вопросов, сделал какие-то заметки и сказал, что вернется к нам. Надеюсь, мы произвели хорошее впечатление. Жаль, что наше воскресенье не такое взрывное, как обычно. Мы рады увидеть Долорес после успешного возвращения с пустоши. Так. Долорес попить, дочку накормить. Нормально. Состояние пустоши неизвестно. Откуда взялась эта зеленая лужа? Да, дорогая, из трубы течет зеленая слизь. Это нехорошо, мы должны действовать прямо сейчас. Но никто не прихватил швабру. Что нам делать? Использовать, конечно же, справочник бойскаута. Просто великолепно. Отлично. А Мэри Джейнс нашла с ума еще до кучи, да? Эй, да уж. Ха, проблема решена. Нет утечки и беспорядка. Мы возвращаемся к нашему маленькому уютному жилью. Долорес страдал от ранения слишком долго. Когда инфекция распространилась, уже не было ничего, что мы могли бы сделать. Пережить апокалипсис очень сложная задача. Мы можем многое вам рассказать. Выжили 38 дней. Мы все в безопасности бороться с наводнением. Не спящие в этом вилле. Это дождь из коробок. Гробовая тишина. Победитель получает все. Установили контакт с военными. Алло. Соседи снизу. Человек-паук. Сигнал для армии. Ядерный выброс начался. Радио сеансы. Две ноги хорошо. Четыре еще лучше. Мы не смогли защитить наше убежище. Законопослушные граждане. Исследование складов. Каждая пулю на счету. Травмы ТЭД были слишком серьезными. Просто такими ранами погибли. Жестоко. Очень жестоко. Скажу вам. Не знаю. Может как это влияет на то, что мы их очень мало кормим. Поем. Но нет. Дело в ранах. Исключительно. Они чаще стали болеть. Почему-то. Не знаю даже в чем причина. Что ж друзья. Давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь он вам понравился. Так же как и мне. Ставьте пальцы вверх. Добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока.